так продолжаем прохождение но сейчас миссии будет попроще я основные сложные миссии в гаване вчера прошел здесь и сейчас будет на изи у меня тут скорость x2 потише сделаем немного вот так вот но это он нашел вот эти фотки корабля в этой машине которую мы поймали в прошлой серии это корабль разом на 100 который я так понимаю он замешан в перевозке наркотиков на кубу или с кубы неважно так нам сейчас нужно уйти от копов соответственно паром на этот ну две последующие миссии будут у нас в принципе с одной стороны конечно нудные потому что надо будет ехать постоянно очень далеко сначала уйти от копов на паром потом с того острова обратно вернуться все это конечно дело нудное прошлые миссии они были такие экшеновые у нас здесь времени нету поэтому можно особо не спешить ван свернем здесь туда короче там по главной магистрали проедем сейчас я убавлю звук так а могу я машину сменить могу сейчас мы это сделаем в принципе потому что то машина уже покоться на изрядно на ней мы не доедем никуда погодные условия еще неблагоприятную дождь льет как менты куда же без них то в этой игре драйвер без минтов это не драйвер поэтому мы будем пытаться угнать ну вот и все что то они здесь вообще не злые абсолютно быстрее паром скоро уйдет да мы так-то успеваем в принципе здесь бы хотя бы таймер поставили чтоб я мог понять сколько у меня осталось вообще ну он паром разгоняемся и хуяк на него все ну вот и все миссия пройдено вообще ни о чем миссии конечно следующее будет похоже не отличается она особым хардкором и как-то чудесным образом у нас цвет машины сменился ну да ладно здесь есть машина еще вот это вот в эксклюзивной раскраски то есть ты не встретишь такого цвета машину в городе можно принципе на ней покататься почему бы и нет вот здесь нет гаражей как в драйвере машины здесь сохранять нельзя поэтому только на миссии доступно как тихо я заблудился здесь немного в лесу и такое ощущение что эта машина немного медленнее чем другие как-то она не особо таки резво набирает скорость хотя может быть и это мне и кажется так тихо я во всяком случае надеюсь что нам 3 3 минут хватит буду максимально стараться ложится вовремя так тихо 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 в туннеле конечно здесь вот так где он есть а он наверху что над уровнем море конечно в туннеле простора мало для маневров но здесь можно разгуляться уже будет в городе так сейчас мы маршрут построим здесь у нас навигатора нет она туда нам нужно в принципе по прямой сейчас по главной магистрали потом направо ну и там в принципе дворами проедем так нам было вот здесь вот прошли нормально ну и копы нас потеряли я принципе не вижу смысла менять машину потому что она как новая пока что она хоть и в розыске осмотрелась чуть не врезался у нас я специально петляю чтобы они нас не догнали потому что по прямой они могут принципе догнать потому что у них скорость выше значит нам сейчас налево я так понимаю и там еще раз налево ну вот и все при достаточном навыке здесь в принципе уйти от копов не заставляет проблем вообще но в то же время здесь от изяда зависит еще от местности много чего потому что в таких узких улочках естественно петлять становится тяжелее маневрирует там как-то от них уходить поэтому здесь могут быть проблема в таких улицах ну а на широких площадях естественно можно их на изи скидывать так тихо 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 ну я говорю они тупые как не знаю кто ну вот и все у нас минута остается еще я говорю здесь времени до хера просто разом на соту ушел так но мы запишем тогда пока суть до дела потому что мало ли что у меня уже фобия развилась потому что эмулятор блять вылетает частенько а если не сохранить стоит конечно будет фиаско перепроходить не охота мне блять все это дело вот кажется на этой миссии у меня зависала игра в детстве потому что был поцарапанный диск у меня я его пытался всячески оттереть там спиртом протирал под водой молча там только не делал зубной пастой херачил его и вот на именно на этом моменте на этой миссии он у меня зависал я тебе ничего не скажу у тебя нет полномочий сан-диего джонс она корабль тарзана сота это корабль мы с самого начала занимались ерундой приятель я уже в кренде скрутился чтобы узнать кто это леди да и она уехала сан-диего сан-диего это значит вегас следующим будет вегас понятно камешок с деньгами и он в этом тоже заинтересован один из его людей джерико показался час назад я проследил за ним до старого города мы должны сесть ему на хвост и посмотреть куда он пойдет значит зависала у меня миссия вот это вот и когда вот появился этот ролик то это означало что в принципе этот момент который зависал он меня прошел и принципе дальше можно было играть нормально вот такие воспоминания у меня блять ну следующая миссия у нас миссия слежки будет это понимаю они через одну миссию значит нам нужно доехать просто на машине до того места где джерико обитает в данный момент но это опять же миссия на изи проходите просто доехать нужно да и все тихо 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 так менты у нас здесь еще ночью ни хрена не видно блять куда ехать так там еще одни так нам нам значит направо что ли сейчас до ну вот ради чего я могу эту игру постоянно перепроходить играть мне так это ради физики она мне здесь очень нравится здесь есть вот а именно четкость управления заносы там и все такое можно исполнять так хуенчик ушли и ради физики одно я могу в принципе играть в эту игру сколько угодно ну естественно у меня так волнами бывает бывает накатит ностальгия так играю перепрохожу потом могу год не играть вообще и так в принципе за всеми играми с ps1 у меня блять но с большинством тех именно в которые я играл в детстве с которыми у меня связана ностальгия какая-то так но следующая миссия будет миссия слежки опять за джеррика мы теперь уже следим а через миссию у нас будет погоня за ним принципе миссии однотипные все повторяющиеся но придумать есть естественно еще другого и невозможно в принципе потому что это все таки гоночная игра конечно не хватает здесь оружия перестрелок там каких-то как в gta но с одной стороны это драйвер как бы сама название игры предполагает что нужно водить в этой игре а не стрелять ну и с другой стороны ps1 не настолько мощно чтобы прям позволять такие возможности реализовывать в играх даже в том же драйвере 3 где уже реализована и стрельба там и много других разных фишек все это остается но достаточно убогом уровне играть там в это не так уж и приятно я скажу как-то третий драйвер мне не зашел абсолютно но в пятом драйвере там они уже решили вернуться к канонам серии и возродить как бы вот этот вот дух драйвера блять так скажем никаких перестрелок даже из машины выходить нельзя там они это обыграли тем что там переселение душ типа блять можно вселяться в водителей и таким образом сменять транспорт конечно фишка прикольная но как-то она была воспринята не очень я так понимаю игровым сообществом я там обзывы читал там много кто недоволен такой системы ладно я здесь останусь и задержу их если он появится сзади и из них они меня не достанут так ну вот и все что-то нет перевода к ролику наверное не смогли перевести это какой там язык то у них блять на кубе не знаю даже поход так ну погнали за джерико нам нужно его остановить здесь это в принципе не так уж и трудно сделать но времени у нас мало почему-то вестра сдали за минуту 20 секунд конечно это сделать сложновато будет но все-таки попытаемся прижать его здесь нужно попытаться вплотную притереться к нему не таранить со всей дури там а просто вплотную его так потихоньку толкать в задницу пихать ему блять и соответственно у него шкала будет повышаться ущерба конечно это тоже непонятного система сделали они нелогично абсолютно вроде ты если сильно ударишь но въедешь немного ущерба нанесешь а если будешь таранить его тихонько то в принципе такое же количество урона ты нанесешь не продумали они эту тему так что-то он здесь куда-то блять по кругу ездит смотри но не успеем наверное мы за 30 секунд его взять ну что-то реально мало времени дали в этот раз мне кажется нереально его взять не все время вышло у нас здесь огромное количество транспорта здесь на выбор но я выбираю эту машину потому что мне кажется она самая резвая конечно по субъективным ощущениям чисто хотя в принципе то они все одинаковые но кроме автобуса естественно так ну-ка давай еще ну вот здесь уже две минуты у нас дается здесь уже можно что-то блять куда ты вышел ты садись в машину алё почему он выходит я не понимаю так ладно успеем в любом случае здесь гнать особо не будет потому что здесь улицы такие узкие загруженные блять ну давай уже на сближение ты еб твою мать не хочет смотри а может сейчас повернется давай давай еще пару раз толкнем его и все вот и все поймали мы джерико все ну и сейчас скоро финал уже будет этого города осталось совсем немного у нас здесь ну и следующим городом будет у нас лас-вегас как-то мне не очень таки нравится он как он сделан там много пустот очень я конечно понимаю что он является прототипом реального лас-вегаса но как-то он пустоват на локации здесь вот как бы такие улочки узкий трафик там и все это создает ощущение какой-то движухи я не знаю оживленного города а там какие-то пустоты серость вот это как в чикаго он знает что баскис ищет его и ждет и мы с тобой навестим каина я сверну тебе шею своими руками разить по моему они хотят поговорить с тобой сейчас мы будем уходить от бразильцев я так понимаю озлобленных должно быть последняя миссия но гавана для меня это один из самых любимых городов в драйвере миссии здесь просто по кайфу проходить так ну чё мы по верху ли по низу поем ну давай по низу что вроде как ближе там как я не могу еще из машины выйти заебись просто все правильно погнали так тихо 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 злые бразильцы блеск я не дают жизни просто и и так ну вот и все отделались отвязались так нам по прямой до конца до самой просто я не знаю удастся ли нам не они удастся наверно потому что мы злые реально в лобовуху прям летел мне а тачку сменить я не могу здесь к сожалению так опять в лобовуху он не летит но это будет наверно финал все ладно я думаю можно в принципе выехать сейчас будет на автостраду на широкую и там уже соответственно будет легче уходить от них но времени на это понадобится больше вот я даже не знаю как поступить то ну ладно давай попробуем хули а у нас же без времени вообще ну тогда тогда базара нет едем по автостраде мне главное здесь широкие просторные улицы чтобы можно было от них уходить куда угодно потому что на узких нереально уйти опа глядь на это конечно было зря ну да ладно насрать так сказать потому что здесь то они у меня не поймают так едут навстречу сейчас мы уходим здесь грамотно от них все так ну-ка потерялись нахер здесь главное смотреть на карту чтобы спереди не поехал новый там потому что он в лобовуху мне даст как блядь это будет пиздец я говорю у них скорость выше ну-ка давай о красава скинул одного ну что не хочет а все А, нет, еще один гонится. А ну давай. Все, готов. Вот за такие охуевшие погони я люблю драйвер. Так, ну что мы там, доехали уже почти, я даже не заметил. Увлекся процессом, так можно сказать. Ну, в принципе, машина в целости и сохранности. Так. Здесь у нас два грузовика стоят те самые. Наши легендарные. Ну и, соответственно, мы здесь прячемся. Это наше убежище, так сказать. Ну что, на этом, наверное, завершаем серию. А я со всеми прощаюсь. До новых встреч.